Друзья, сегодня покажу вам вторую часть косметики, которая появилась у меня за последнее время. И, наверное, на заднем плане, да, вы уже можете видеть часть из этой косметики. Здесь будет в основном бюджетная косметика, очень много косметики из магазина Action. И мне бы хотелось поподробнее рассказать вам про данные позиции и также показать сводчи, конечно же, ну и все поближе. В этом выпуске будет лимитированная коллекция, обновленный ассортимент Catrice, да, будет очень интересно, и также косметика из магазина Action. Итак, поехали. Первое, что я вам покажу, это будет лимитированная коллекция, которая посвящена Дню Святого Валентина от бренда Reval Loves Me. Я купила всего два продукта, она называется Just You and Me. Очень романтичное название, оформление прекраснейшее, очень красивое, розовое, с сердечками в девичьем стиле. И первое, что я вам покажу, это будут блестки для глаз, называется Topper для век. И я вам его ни в коем случае не советую покупать, потому что вообще сама, на самом деле, я тоже не поклонник подобных средств и не покупаю их из-за соображения безопасности. Выглядит все, конечно, очень мило и все очень красиво переливается, но дело в том, что эти блестки, это крупный глиттер с острыми гранями, с острыми углами тоже, и поэтому это небезопасно просто. Но красиво в упаковке. Да, поэтому не советую, если это средство попадет вам в глаза, то оно 100% нанесет вред, поранит, слизистую, не знаю, в общем, не советую. Жаль, конечно, что до сих пор такие средства выпускаются, лучше бы они выпустили какой-то мелкий глиттер, который уже более современный, с более современной формулой. Но нет же, они выпустили вот это, и, ну, грустно, хотя в упаковке выглядит красиво. Окей. И, конечно же, там у нас была, по-моему, кисть для румян, которая не была в наличии, но я бы ее вряд ли купила, потому что кисточек у меня достаточно. Также была палетка теней, которая мне не была интересна, потому что теней у меня очень много, и в последнее время я стараюсь именно тенями не увлекаться больше, потому что у меня действительно очень много. Может быть, если что-то выйдет прям невероятно красивое, новое, интересно, тогда я еще подумаю, возможно, приобрету. Румяна. Конечно же, я в последнее время поклонник румяну, вы сейчас по этому видео это заметите. И румяна в единственном оттенке матовые, абсолютно матовые, здесь нет никаких блесочек, в очень красивом оформлении с сердцем. Эти румяна очень пигментированные, как вообще, по-моему, все румяна от ревалов СМИ, которые выходили в лимитированных коллекциях. Сегодня эти румяна тоже на мне, если будет видно, не знаю, камера иногда съедает, и вот, скорее всего, не так сильно видно будет. Но, поверьте мне на слово, эти румяна очень пигментированные и очень красивые. Абсолютно матовые, очень красивое оформление, стоит около 4 евро, по-моему. Осталось безумно довольным. Вот румяна, это, наверное, пожалуй, единственное, что бы я вам посвятовала из этой коллекции. Оформление супер, качество супер, стоит очень бюджетно. Сегодня у меня очень много товаров с оформлением розовым, с каким-то мимимишным. Я прям не знаю, вот, например, вот эти вот два блеска от бренда, скажите, как он называется? Fab Factory, это как раз-таки бренд, который продается в магазине Action в форме сердечек. Существует всего два оттенка, и здесь, как ни странно, написано на упаковке 7,2 мл продукта. Вот в такой малышке. И я вам обязательно покажу сводчи. Это выглядит очень мило, но они такие крошечные, вы знаете, я бы там положила в сумочку или в карман. Но блески, как ни странно, очень даже удачные. Вот, например, вот этот вот персиковый. Очень удачный блеск. Розовый. Розовый блеск тоже очень удачный, но дело в том, что он яркий, и его прям надо растушевывать. Посмотрите, сейчас вам покажу. Видите, какой он яркий? И поэтому, наверное, более ходовой оттенок все-таки вот этот вот персиковый. Он называется Pitchy Nude, а розовый называется Precious Rose. Но хорошие блески стоят они 99 центов. Да, покупала просто ради интереса. И да, в принципе, очень милая упаковка. И я вот этот вот персиковый ношу с собой в кармане своей, своего пуловера, своей кофты рабочие. В общем, так сказать, наверное, можно. Да, и поправляю. Ношу карандаш для губ, и вот этот вот блеск очень удобный. В общем-то так. Окей, поехали дальше. Следующее, что прекраснейшее и очень интересное есть, и у меня появился скребок гуаша. В общем, вот такой вот массажер. На самом деле, настоящий гуаша должен быть, по-моему, из нефрита. Если не ошибаюсь, вот этот вот зеленый материал настоящий называется нефрит. Но, насколько я помню, он, это китайский, ну, в Китае, в общем, материал очень-очень дорогой. И, по-моему, его даже запрещено вывозить из этой страны. Поэтому найти здесь это вряд ли получится. Это просто какая-то имитация камня. И стоит, это магазин экшн, стоит это 89 центов. Вот просто. Но, дело в том, что разные гуаша бывают. Бывают какие-то странные формы, но, как по мне, вот эта форма самая удачная. Но это лично мое мнение. Я еще им не пользовалась. Оно продается в коробке, я уже выкинула все. Я еще им не пользовалась. Потому что я использую каждый день свой... Сейчас вам покажу. Прибор, который уже у меня мелькал в видео. Но я вам про него еще не рассказывала. Это New Face, это микротоки. И, в принципе, да, форма, она точно такая же. Только здесь еще микроток, который еще более круто воздействует. Он убирает отеки, в общем, вызывает, скажите мне, выработку коллагена за счет микротоков и все такое. Короче, вот эта штука не сравнится, конечно, с этим. Но для массажа я купила для таких дорожных поездок, дорожных поездок, автологи. В общем, купила для поездок. Если я куда-то поеду, то вряд ли буду брать с собой New Face. Да. Про New Face как-то сделаю вам видео, потому что я переставала им пользоваться. Сейчас я вновь возобновила, и мне бы не хотелось просто так говорить что-то о нем. Все-таки хочется самой еще его сейчас полный курс там пройти, заметить какие-то результаты. Конечно, у меня уже есть результаты, которые я заметила сама по себе. Но конкретное мнение, верное мнение, мне хочется вам сказать уже после, там, за нескольких месяцев. Мишка, очень красивый мишка. Вот такой вот стаканчик с спонжами для лица. Я купила ради интереса. Здесь пять спонжей. Три больших, один светлый, два темных и два темных маленьких. Я уже ими пользуюсь. Вот. Три больших и два вот таких маленьких. Они увеличиваются в размере. Я вам сняла, в общем-то, как они выглядят в сухом виде, как в мокром виде, во влажном виде. Вот у меня уже он подсох сейчас, хотя я им пользовалась сегодня, но я его не мочила. Он у меня подсох. И вы знаете, это нормальный базовый спонж. Вот такой вот набор стоит, по-моему, 2 евро. Евро 99. Нормальный базовый спонж. Это не бьюти-блендер, который очень мягкий и так далее и тому подобное. В общем, с бьюти-блендером до сих пор, что я пробовала, ничего не сравнится. Но за 2 евро 5 спонжей это очень хорошая цена. Я пользуюсь очень даже. А вот эта малышка, я думала, ну как бы понятно там для консилера, но мне больше нравится то, что у нее здесь, у этого спонжа здесь скошенный один конец. И поэтому очень удобно наносить пудру под глаза, как ни странно. И вообще можно пудру под глаза наносить, потому что он маленький, компактный. Короче, удобно. Я осталась довольна и даже приятно удивлена, и вот сколько уже раз пользовалась этими спонжами, они у меня даже еще не порвались. Да, у меня обычно такие бюджетные очень быстро рвутся. Окей. Новый ассортимент Катрис. Я приобрела 3 продукта. Первое. Это жидкие румяна. Вышли в двух оттенках. Вот это более розовый и еще более такой красноватый, я бы его назвала. Красно-кирпичный какой-то. Я взяла себе вот этот вот оттенок 010. Pink Feelings. Жидкие румяна, которые нужно взбалтывать перед использованием. Жидкие румяна. Очень-очень пигментированный и очень красивый на лице. Стойкие. Осталось довольно. Прям советую. И упаковка в 10 миллилитров. В принципе, она не занимает много места. Можно взять с собой. Окей. Следующее, что от Катрис я взяла также. Это новые их лаковые помады, которые называются Shine Bomb Lip Lacquer. Я взяла два оттенка. Бежевый и розовый. В оттенке бежевый это 010. И розовый это 020. Мне очень понравились. Но это стойкое средство. Но не такое глянцевое, как я думала. Мне кажется, у Maybelline вот что-то подобное есть у меня тоже. Более глянцевое. Здесь все-таки не такое глянцевое. Но, тем не менее, очень красиво выглядит на губах. Супер стойкое средство. Несмотря на то, что это все-таки лак для губ. Я осталась очень довольна. Также из коллекции, которая появилась в обновленном ассортименте, это хайлайтер, который сегодня у меня. Это голографический хайлайтер от Катрис. Это вот такая малюсенькая упаковка. Я думала, он будет большой. Оказался, он вот такой вот маленький. Но здесь 4,6 грамма. Вот так он выглядит. Называется Space Glam Hollow Highlighter. Также у них вышел блеск, который называется Hollow, что-то там. В общем, плампер вот этот вот. Здесь всего лишь 4,6 грамм, как повторюсь. Это жемчужно-розовый, да, дуохромный вот этот вот оттенок голографический. Очень яркий. Мне нравятся такие вещи. У меня есть подобный от Laura Geller. Мне нравится что-то подобное. Но не все это смогут применить в жизнь. Он металлический, но у него текстура полукремовая. Очень мягкая. Красивая. Блестки потрясающие. Можно использовать, конечно же, как тени. Я прямо осталась довольна. И когда даже первый раз я увидела только на промо, я знала, что хочу его. Потому что, ну, очень красивый хайлайтер. Очень яркий. Следующее, что я вам покажу. Давайте покажу вам вот эти вот три средства сначала от бренда Max & More. Это продается в экшене тоже. Появились румяна. Вот это три оттенка, которые у них, в принципе, существуют. У нас в магазине еще не продаются. Можно даже застать. Но это, по-моему, как обычно, у них очень такие вещи крутые. Бывают очень быстро пассив. Два розовых оттенка и один персиковый. Это румяна в стиках. Здесь 7 граммов продукта. Ну, у меня тут уже использовано. Очень-очень понравилось. Выглядит как Fenty Beauty. Потрясающий, в общем-то, румяна. Кремовые. Я люблю кремовые вообще текстуры в последнее время. И вот один стик стоит евро 49, по-моему. Ну, короче, евро 50, грубо говоря. Потрясающе. Очень круто. Покупают очень многие. Они не разлетаются, как горячие пироги. Понравилась текстура. Она, конечно, не такая суперстойкая. Но, в принципе, на день вполне хватает. Очень понравилось. Очень красивые. Кремовые, не жирные. А именно такие кремовые, не супер жирные. Потому что, когда жирная текстура, бывают какие-то проблемы возникают с такими румяными. А эти нет. Эти все-таки в меру жирные. Они больше кремово-сухие такие. Очень красиво смотрятся на лице. Все три оттенка. В принципе, как и вот эти у них выходили. Ко дню 100 Валентина тоже три оттенка. Подобные, кстати. Класс. Понравилась. Фиксирующий спрей от этого же бренда взяла. Попробую здесь 75 миллилитров. Я использую, когда использую шиммеры. Я закрепляю там макияж. Иногда перед макияжем как праймер наношу. Ну, как увлажнение. Пока использовала не супер много, но уже, наверное, раз в пять точно его использовала. Не могу сказать каких-то чудес, что он творит. Но хороший фиксирующий спрей. Такой базовый. Я думаю, что-то типа от Essence делает то же самое. Но этот еще дешевле. Также Essence осталась у нас с вами коллекция Essence. И она выходила, я не знаю, к китайскому Новому Году или же просто к китайскому гороскопу, так сказать. То есть у нас сейчас год дракона с вами начался. Я купила три средства, которые были больше всего мне интересны. Это тинт для губ и щек. И сразу вам хочу сказать, что на самом деле он водянисто-жирный. И мне кажется, если буду носить его как румяна, национальный, он будет разъедать. По-моему, один раз я наносила. И, по-моему, так и случилось. Но я... Он как водичка. Но текстура у него жирноватая. Прям там есть масла. Не знаю, что-то такое. Но как для губ потрясающе. Для щек не уверена. Буду еще тестировать. Две помады взяла. Которые там были. Один красный оттенок, один розовый. Но смысл, конечно же, в этих помадах... Это кремовая помада в том, что у них сам стик вырезан драконом. Драконом вырезан. Дракон вырезал стик. В общем, здесь рисунок, орнамент дракона на самом стике. Это, конечно, очень красиво. И пользоваться таким, честно говоря, не очень хочется. Потому что эту красоту не хочется портить. Очень красиво. Это мне понравилось. Да. Вот. Такие три средства. Все, друзья мои, это все. А, нет, нет, не все. Еще купила три оттеночных бальзама от бренда Альверде. Такие вещи я всегда беру с собой на работу. Такие вещи я ношу в каждой сумочке. У меня всегда есть карандаш для губ. Ну, чаще не один. И какой-то бальзам для губ. У меня бывают в куртке бальзам для губ, в сумке, еще в рабочей одежде и так далее. То есть у меня везде тентующие бальзамы для губ. Для того, чтобы мне было более комфортно. Потому что со стойкими продуктами не всегда комфортно. Сейчас зима, сохнут губы и так далее. А вот с такими очень даже. Здесь три оттенка. В общем-то, по сути, персиковый, красный и розовый. И все они потрясающие. Все они полупрозрачные. Они не несут какое-то уходовое, скорее всего. Они не настолько уходовые, сколько все-таки более декоративные. А полупрозрачные такие, значит, тинты, бальзамы для губ. Да. По-моему, это все, что я вам хотела показать. Кстати, вот этот вот органайзер и вот этот вот органайзер, который вы видите здесь. Это тоже экшн. Да. В общем-то, много всего интересного можно найти в данном магазине. Друзья, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Берегите себя. Мы увидимся с вами в новых видео совсем скоро. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.